привет меня зовут кирилл рыбасов в этом видео я хочу рассказать о том как же найти своих первых клиентов вообще без денег бесплатно только потратив и инвестировав в это свое время ну ни для кого не секрет во первых что какой русский не любит халяву он готов платить за это любые деньги поэтому все хотят халявы все хотят найти себе клиентов бесплатно отлично это видео именно для вас это видео именно для вас и так друзья понятно что самый простой самый легкий способ как можно найти себе бесплатных клиентов это использовать свой круг близких знакомых и не только знакомых в самых близких но еще знакомых ваших знакомых тот так называемый теплый круг как проще всего и как лучше это сделать вам нужно сначала установить себе то есть внедрить свой бизнес точнее не видеть просто залогиниться серым системе серым система я рекомендую начать с мегаплана есть бесплатная опять же версии до 1000 клиентов вы регистрируетесь в этой системе и вводите туда всех всех своих друзей которые вы считаете нужным что им имеет смысл позвонить имеет смысл с ними по поводу страхования поговорим мы сейчас говорим про два продукта который который вам нужно будет обсуждать первый продукт это осаго второй это каска осаго для вас будет на первом этапе очень просто продать каска будет сложнее но тем не менее уже сейчас нужно про него будет конечно же у ваших потенциальных клиентов узнать итак что мы звоним что мы с какой целью мы звоним нашему другу мы звоним с целью естественно узнать если у него первый автомобиль и второе что очень важно когда у него заканчивается страховка причем мы узнаем не только у конкретного нашего друга если автомобиль а если автомобиль у его друзей самых близких либо его самых близких родственников тут фишка в чем заключается что когда мы звоним в подобной ситуации до этого мы не звонили нашему другу очень очень давно ну то есть понятно что это могут быть самые близкие друзья а могут быть такие которые одногруппники одноклассники которые очень очень тебе доверяют очень хорошего тебе мнения но ты так получилось что в течение года с ними вообще не общался если сейчас ты им звонишь то скорее всего они уже напряглись и подумают а что это мне кирилл или там сергей или вася или света мне звонит до этого никогда мне не звонил да просто так значит что то от меня хочет и если в этой ситуации конечно же нужно сразу примерно сказать что ты звонишь с двумя целями то есть цель номер один это узнать как дела вообще что у тебя происходит в жизни а второе рассказать о том что ты начал заниматься страхованием и тебе естественно нужно не то что нужно ты значит занялся страхованием и ты хочешь им поговорить о том когда у него заканчивая страховка и за неделю или за две до того как закончится эта страховка допустим осаго ты позвонишь и предложишь свои услуги то есть это не значит что этот человек обязательно это должен купить нет и просто предложишь свой вариант свой вариант полиса осаго то есть сколько у тебя будет стоить ну что ты сможешь с ним обсуждать первое скидку за безаварийное вождение какой ты можешь найти или какую ты можешь можешь восстановить страховая компания насколько она не надежна как она хорошо работает ну и вообще конечная цена потому что ты может быть еще сделаешь какую-то дополнительную скидку преференцию какую-то еще плюшечку для этого клиента но все опять же зависит от того в каком регионе ты работаешь если в том регионе проблемы с осаго и комиссионного вознаграждения для агентов и брокеров нет это одна схема если такая то есть комиссионного вознаграждения плачет это 2 но опять же более подробно более вот эти все вещи мы обсуждаем на моем бесплатном тренинге но сейчас в этой ситуации тебе нужно понять да что за счет каких факторов ты можешь делать дешевле еще раз скидка за счет своего комиссионного вознаграждения вознаграждения восстановление кбм человеку до восстановление либо нахождение правильно потому что бывает так что он пришел страховую компанию ему говорят извини у тебя скидки за безаварийное вознаграждение вообще никакого нет а на самом деле есть то есть можно найти потом если она найдена и она маленькая например у человека 13 лет стажа или там 20 лет стажа а скидка у него всего лишь там пять десять процентов то это скорее всего неправильно какая-то ситуация где-то в течение последние 10 лет это скидка потерялась поэтому твоя задача ее восстановить и ты это можешь сделать опять же надо не забывать что можно помочь организовать техосмотр да и здесь твоя помощь может быть гораздо дешевле чем помощь твоих конкурентов ну и несомненно то что твоему другу или знакомым будет очень приятно работать именно с тобой почему потому что доверие к тебе создана а ко всем другим агентством страховым агентам страховым компании доверия еще у этого клиента не созданы он скажет окей я готов попробовать но важно понимать что этот человек он может быть тебе лично доверяет тебе лично доверяет а вот тебе как страховому эксперту еще пока не доверять и конечно же у него должно в будущем сложиться такое впечатление тебе нужно сделать все для того чтобы сделать так чтобы человек уверовал начал веровать верить в то что ты действительно настоящий страховый агент настоящий профессионал поэтому конечно помимо обзвона помимо обзвона то есть то что ты узнаешь что твоя цель не просто позвонить и сказать что ты занимаешься так не сработает твоя задача позвонить этому человеку и узнать когда у нее заканчивая страховка хотя бы приблизительно потому что если ты будешь знать диапазон месяц-два ты зайдешь в сервис системы зайдешь сервис тем в это сервис тем ты поставишь себе звонок на понеменание и за месяц до окончания полис еще раз позвонишь и уже тогда уточнишь более детально когда заканчиваешь почему такая тактика сработает они изначально там добиваться прям дня день в день ну и желательно конечно изначально но иногда твой друг твой знакомый не очень будет готов идти что-то смотреть почему он знает что там когда-то это страховка с этим вопросом он будет заниматься потом сейчас он из уважения может напрячься а может соответственно и не напрячься там где-то эта страховка далеко поэтому нам приблизительно надо узнать дату и потом еще до этой дате и подпу до этой даты позвонить и до этого месяца может страхование нам имеет смысл на клиенту позвонить и потом уже уточнить более конкретную дату но тут еще самое важное какая фишка что как только ты начал заниматься страхованием нужно не бояться делать дополнительные касания нужно идеальная схема да идеальная схема звучит так что в течение в течение процесса заключения сделки с клиентом если мы сможем про взаимодействовать коснуться его схемы более раз то вероятность заключение сделка становится максимально это не значит она точно будет но вероятность становится большая и в конечном итоге что получается что одного звонка будет абсолютно недостаточно одного звонка который мы будем делать клиенту абсолютно недостаточно нужно еще как-то его сделать нужно еще как-то коснуться у нас будет еще второй звонок понятно перед самим страхованием но желательно чтобы ты еще каким-то образом провзаимодействовал с этим клиентом в течение этого периода в течение периода до того момента как у него закончится страховка например разместить посты в социальных сетях какие это могут быть посты понятно что у кого-то заканчивается через две недели страховка у кого-то через месяц у кого-то через три у кого-то через шесть и так далее то есть твои у твоих клиентов будет в разное время все время заканчиваться страховка и важно с самого первого клиента который ты будешь делать сделаешь ему страховку и важно чтобы ты получил от него фотоотзыв то есть он сфотографировался с логотипом той компании кстати тебе нужно будет нарисовать логотип твоей компании И в конечном итоге вот такими постами, которые с довольными клиентами, с логотипом твоей компании, тебе нужно будет касаться всех твоих основных друзей и знакомых. Вообще можно, например, собрать 10-15 этих фотоотзывов, сделать такой большой принт-скрин, разместить на экране эти фотографии, собрать. Я делаю это в Телеграме, потом, если придешь на мой бесплатный тренинг, я тебе покажу, как это сделать. И, соответственно, такой калаш, назовем это калаш. Калаш из 9 фотографий или из 12 ты делаешь, где разные клиенты в разное время у тебя сфотографированы с твоим логотипом, с названием твоей компании. Просто человека с полисом не имеет смысла фотографировать, потому что где доказательства, что это именно он у тебя застраховался. И, в общем, ты вот так вот фотографируешь 10-12 человек, 9-12-15 человек, и потом ты можешь, например, по WhatsApp, по мессенджеру отправить это своему другу. Например, с такой фразой «Привет, Серега, вот скидываю тебе фотографии моих довольных клиентов, надеюсь, ты помнишь, что у тебя в августе кончается страховка, и я готов с удовольствием попробовать тебе как-то помочь улучшить те условия, которые у тебя уже на сегодняшний момент есть». То есть не надо предлагать, не надо так делать, что «Эй, ты, давай сюда, иди, обязательно у меня застрахуйся, если не застрахуешь, ты мне не друг», и так далее. Нет, в таком формате работать не нужно. Так можно работать, только с самыми близкими, с самыми лучшими друзьями, но с такими одногруппниками, одноклассниками, которые ты давно не виделся, с друзьями, с коллегами по предыдущим работам и так далее, и так далее. Нужно работать в таком формате «Давай я попробую улучшить или дополнить то, что у тебя сейчас уже есть в области автострахования». Фишка заключается в чем? Что если у этого человека есть уже свой страховой агент, то есть конкретно человек, который с ним работает, конечно, перебить в этой ситуации его будет очень-очень тяжело. Но если он работает, привык работать с какой-то одной страховой компанией, либо он хаотично, где поближе ему, где поинтереснее страхуется, то это отличная ситуация, когда ты можешь конкурировать. Почему? Потому что у страховых компаний постоянных клиентов не бывает. В долгосрочной и среднесрочной перспективе постоянных клиентов не бывает. Почему? Ну, смотрим, человек купил машину, по каско, можно сказать, по каско постоянных клиентов не бывает. Человек купил автомобиль, застраховался по каско, год страхуется в одной компании, второй год страхуется в одной компании и в аварии не попадает. Третий год он попадает в жуткую, ну не в жуткую, в серьезную аварию, ущерб 200-250 тысяч. И в конечном итоге, когда придет момент пролонгации, эта страховая компания, хороший тариф, такому клиенту не предложат. И, следовательно, клиенту ничего не остается, как идти искать еще какое-то решение. То есть на рынке постоянно куча людей, которые ищут для себя хорошие решения по страхованию. И у тебя есть отличная возможность, если ты проработаешь весь круг своих знакомых и друзей, весь круг своих знакомых и друзей, найти того человека, который здесь сейчас ищет хорошие, выгодные условия по страхованию. Но надо не забывать, как только ты начнешь работать в таком формате, то есть прорабатывать своих друзей, прорабатывать своих знакомых, и у тебя пойдут первые страховки, то у тебя пойдут и первые рекомендации. То есть люди, которые застрахуются через себя, и через себя им понравится, они уже точно уверуют в то, что ты классный парень и умеешь заниматься автострахованием, или классная девушка. И в конечном итоге будут рассказывать друзьям и знакомым. И в этой ситуации им нужно помогать. Здесь можно придумать какую-то систему бонусную, допустим, приведи друга, тебе будет скидка на следующую страховку, и этому другу, которого ты приведешь, тоже будет скидка. Это опять же нужно все продумывать, настраивать, докручивать. Многое зависит от того, опять же, какая обстановка у тебя на рынке, и от этого нужно выстраивать маркетинговые системы. Если ты хочешь, да, если ты хочешь прям так мощно, да, мощно ударить по процессу, да, то я настоятельно тебе рекомендую прийти на мой интенсивный пятидневный тренинг, в котором мы как раз-таки разбираем не только бесплатные источники привлечения, но и платные. Но платные, они не значат, что ты вложил деньги и про них забыл. Нет, это значит, что ты вложил, например, тысячу рублей, получил две. Вложил две, получил четыре. Вложил четыре, получил восемь. Вложил восемь, получил шестнадцать. Вложил шестнадцать, а тридцать две можешь уже не получить, потому что наступит какой-то определенный предел у этой рекламы, и дальше, например, в этот источник уже невозможно будет вкладывать, а надо будет использовать какой-то другой. То есть платные источники рекламы, это не обязательно то, что мы выбросили деньги. Платные источники, это значит, что нам для их, для того, чтобы их использовать, нужно вкладывать деньги. Но отдачу мы в страховании получаем сразу, да, в ближайшую неделю, в ближайшие там несколько дней. Окей, в общем, если тебе понравилось это видео, ставь ему лайк. Если ты еще не был на моем тренинге, я тебя приглашаю. Если есть какие-то вопросы, замечания, предложения, давай обсудим их в комментариях. Меня зовут Кирилл Рыбасов. Счастливо. Пока-пока.